Демобилизация в опасности Молодых противотанкистов Кстати, я за два года так и не понял Зачем в тайге противотанкисты Построил и говорит Родина посылает вас на боевое задание В тайгу Экипировка, солдатские каски, фляжки с водой Сухие пайки А так, как говорит вам, солобоны Родина пока что Не может доверить противотанковые ружья Возьмете их имитаторы Да, и выдается складно Вот такие здоровенные деревянные молотки Ну, все поняли, что к чему А Лёха, этот дружбан мой армейский Молотки увидел, как заржёт А у него ещё смех такой козлячий Значит, да Хе-хе-хе-хе-хе-хе Загребной добавляет И противогазы Пока В тайгу шли Загребной Лёхе раз в шесть командовал Противогаз надеть Да Лёха сам виноват Он шутит всю дорогу Острит, а ещё Шепелявит не поймёшь, что сказал Тем дальцы в лес, тем толсты партизаны А почему мы сиськи не колотим Если не притащим сиськи Прапор оторвёт нам Так что я Загребного понимаю, что он Лёху заставлял всё время противогаз надеть Короче, где-то после обеда Нашли мы в тайге самый здоровый кедр Вот, знаете, все остальные ему были как бы по колено Да, как будто в семье Лилибутов вырос баскетболист Ну, представляете, ствол такой Мы пытались вокруг ствола хоровод водить восьмером без Загребного Так все восьмером мордами об кору тёрлись Все носы обкорябали Вот такой ствол Слушай, и шишек на нём Видимо, невидимо Если домашняя белка столько шишек увидеть Точно с ума сойдёт Ну и чего, давай мы по этому богатырю молотками колотить А что толку, всё равно, что спичками по милиционеру Ничего не падает Ни одной шишки Лёха говорит, зря только каски брали Ничего не падает, ни одной сиськи И так как бы не взначаю Загребного спрашивать Товарищ Ефрейтор, вы не знаете, здесь в тайге дикие кабаны водятся Ну, Ефрейтор всё за чистую монету Говорит, сам переживаю Скоро дембель, не раз живого кабана не видел Сказал и в кусты пошёл А этот Лёх, ну я говорю, он полудурочный Он взял у солдатской фляжки, крышечку открутил Кустам на цыпочках подкрался Холодный мокрый край от фляжки к Загребному приставил И говорит Вам смешно, а Загребной как держал в одной руке Молоток деревянный Как даст по этому кабану Прямо по каске Если бы на Лёхе шишки росли, все бы обсыпались Секунда дела, а какой аттракцион Получилось, не зря каски брали И Загребной говорит Не зря, солдат, мы каски брали И показывает, на пригорочке лежит здоровенное бревно Дескать, из этого бревна Может получиться недурняцкий таран на 9 персон Себя, кстати, тоже посчитал А этот Лёха, долбанутый, говорит Точно, если мы сейчас разбегу все вместе Этим бревном по кедру сандрахнем То нас засыплют сиськи по самые подмышки Ну, а мы, молодые солдаты Нам командир приказал Надо выполнять Поднялись на этот пригорочек Только присели это бревно поднимать Загребной говорит Так как бревно тяжелое На всякий случай Всем команда газы А вот теперь представьте себе картинку Девять полудурашных противотанкистов Восемь в противогазах Ефрейтор впереди без Стоя под здоровенным бревном Килограмм в пятьсот С горочки вниз В сторону кедра Кардиобалетным шагом Начинают свой триумфальный разбег А это легко сказать Разбежались, ударили В него же еще попасть надо Леха потом месяц оправдывал Что я не виноват Что я на скользкий гриб наступил Все, пробежали мы мимо этого кедра Чистенько никто даже плечом не чиркнул Ну что, и дальше бежим Мы же не договорились Как его приземлять Если промахнем Как дураки Противогазов Военно-спортивный праздник В зоне заражения Восьмерка байдарошников С загребным Только впереди не река, а так, шоссе Федеральная трасса И в аккуратно том месте Куда мы бежим Останавливается Шестисотый Мерседес Из него новый русский выходит Важный такой И начинает Растегивать штаны А тут, а мы В презервогазах Треск такой стоит Лоси из-за деревьев выглядывают Этот из Мерседеса Нас как увидел Он сразу понял Что мы противотанкисты Штаны из рук выронил Как рванет от Мерседеса Ребята, как он бежал Со спущенными штанами Это отдельная история Это надо было видеть Он шагов 200 Сделан на 3 метра Отбежал Как мы с разбега В этот Мерседес Дали У загребного Этот отпечаток Задняя дверка Передняя дверка До дембеля держался В сухих пайках Консервы полопались Но бревно Пролетело Над Мерседесом Я вижу, вы расстроились И ударило в бок Проходящего мимо Иностранного автобуса С немецкими туристами На борту Тоже случайно получилось Прямо в то место Где сидел немецкий Ветеран Заика С времен Отечественной войны Грохот страшный Автобус остановился Стекло высыпалось И знаете Такая тишина настала Было слышно Как по асфальту Катятся кругленькие Стеклышки Из наших противогазов Секунда дела О какой аттракцион Первым эту тишину Своими матами Нарушил русский водитель автобуса Этот из Мерседеса Весь бледный стоит Повторяю Весь бледный Мы на траве С осьмеху Дохнем А этот немецкий Заика Заикаться Перестал Да Фотографировался С нами Говорил Что у них В Германии Таким оружием Последний раз В 16 веке Воевали Так с нашей стороны Из германской Обошлось Без потерь Или Говорит мой друг Лёха Ни одной Шишки Вот так Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова